Сегодня у нас на обзоре новый Volkswagen Polo Он производится в Калуге и представлен в четырех комплектациях Это Origin, Respect, Status и Exclusive У нас сегодня на обзоре комплектация Exclusive с двигателем 1.6 на коробке автомат На Volkswagen Polo может быть один из двух типов фар Первый тип фар это рефлекторного типа, то есть когда лампочки светят в зеркала и от зеркал свет попадает на дорогу Это все реализовано за счет светодиодов Эти фары нужно регулировать механическим способом их ухл наклона И второй тип фар, который представлен на нашем автомобиле, тут даже написано IQ LED Это фары проекционного типа, то есть тут уже свет непосредственно от светодиодов попадает на дорогу Это фары всепогодные, то есть если они видят, что перед вами туман, они начинают, так скажем, притушать свет, делать его не таким ярким Плюс они умеют заглядывать в поворот И плюс угол наклона они регулируют автоматически Под капотом у Volkswagen Jetta может быть один из двух вариантов двигателя По факту их как бы три, но по факту два Объясняю 1.6 или 1.4 Turbo 1.6 имеет, так скажем, градацию 90 лошадиных сил и 110 лошадиных сил Это один и тот же двигатель, просто 90 лошадиных сил Это дефорсированный двигатель Вместе с этим двигателем 90 лошадиных сил может идти только механическая 5-ступенчатая коробка передач А с двигателем 110 лошадиных сил может идти механическая 5-ступенчатая и автоматическая 6-ступенчатая коробка передач компании Ice И третий тип двигателя это 1.4 Turbo 1.4 Turbo идет в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Плюс турбина здесь третьего поколения Что это дает нам как потребителям? Ну, во-первых, турбина третьего поколения по, скажем так, инсайдерской информации с завода Может, если вы ее правильно эксплуатируете, дослужить до 380 тысяч километров Это раз Второе, это турбина, которую в принципе можно никак не остужать На нее не нужен турботаймер Но мы все-таки рекомендуем, после того, как вы активно погоняли, разогрели двигатель, дайте ему минуту остыть Для того, чтобы понять динамику, мы решили проверить автомобиль, так скажем, на городских стартах Ну, в городе мы обычно не разгоняемся выше 100, то есть до 60 километров в час Для этого мы переводим коробку в спортивный режим Помним, у нас 6-ступенчатая коробка передач компании Ice Двигатель 1.6, 110 лошадиных сил, спорт-режим И посмотрим, успеем ли мы вот на этой дистанции разогнаться до 60 километров в час На Volkswagen Jetta мы это успевали сделать Да, на спорт-режиме мы здесь достаточно хорошо разгоняемся Но, я думаю, вы слышите, как приятно работает двигатель Как мы слышим его в нашем замечательном салоне Вот такая вот особенность двигателя Шустрый, динамичный, ну, в принципе, то, что нужно для того, чтобы передвигаться комфортно по нашим городским условиям Говоря о подвеске Передняя у нас амортизатор типа Макферсон А задняя интегрированная балка Когда мы едем сейчас, так скажем, не по очень качественному асфальту Есть легкая передача этого асфальта на руль Вот, но она прямо такая неощутимая Если мы проезжаем лежачего полицейского, то мы это чувствуем Но, опять же, это не чувствуется как независимые элементы у автомобиля Там одно или второе колесо кажется Вот тут мы прям такие монолитные перебрались через этого бедного лежачего полицейского Вот, смотрите, сейчас мы проезжаем Такая средняя скорость 20 км в час Ну, хорошо взбито, ну, в принципе, как и должно быть Рулевое управление Мы можем крутить одним пальцем Как наша скорость будет увеличиваться, руль будет становиться тяжелее Следовательно, одним пальцем мы уже не сможем крутить То есть мы будем управлять им так, как нужно на скорости Информативно, понятно, но и, следовательно, безопасно Во всех комплектациях, кроме эксклюзив За заднюю тормозную систему отвечают барабаны А в эксклюзиве диски Но за дополнительную плату в комплектации статус и респект Можно тоже установить задние тормозные диски Volkswagen Polo создан для всех Здесь нет никакого перевеса в сторону водителя или пассажира Здесь комфорт есть для всех рядов сидений Здесь комфортно как на переднем ряду, так и на заднем С точки зрения дизайна здесь выполнено все в минималистично-практичном стиле Но, опять же, несмотря на то, что это минималистично-практичный стиль Он не лишен вот такой вот элемента, ну, современности Да, то есть это современный автомобиль Что мне нравится, это расположение мультимедийной системы Которая сейчас находится не где-то внизу, а вынесена вверх И тем самым, когда вы передвигаетесь на автомобиле, вы не будете отвлекаться от дороги Говоря о мультимедийной системе, тут у нас есть и Apple CarPlay, и Android Auto И в первой, и во второй модификации Следовательно, навигационная система здесь Громкая связь во везде И это здорово, это хорошо В зависимости от комплектации на Volkswagen Polo могут быть разные руль То есть руль может быть вот такой, как в нашей комплектации То есть кожаный, с подогревом, с многофункциональными кнопками И может быть, так скажем, без кожи, без подогрева, ну и, следовательно, без функциональных кнопок Руль имеет у нас регулировки как по вылету, да, то есть он у нас как по вылету, так и по подъему, по углу наклона Следовательно, еще раз повторю, здесь может разместиться человек любого роста Также, с точки зрения интерьера, что мне очень нравится, что здесь, в принципе, есть три варианта Первый вариант – это отделка Origin и Respect Дальше у нас идет вариант отделки Status И третий вариант – отделки Exclusive Отличительная особенность отделки Exclusive – то, что здесь у нас появляются вот эти черные вставки Также черные вставки, но не глянцевые, идут в комплектации Origin, да И Respect, а в комплектации Status там появляются светлые вставки С точки зрения отделки отделочных материалов сидений – то же самое То есть в полной комплектации Exclusive у нас в сочетании кожи с алькантарой, с тканью В более простой комплектации, ну, в комплектации Status у нас будут сидения тканые, тканевые И также в Respect и в Origin будет тоже тканевые сидения, просто другой формы Кстати, говоря еще о нюансах, здесь посадка прям вот то, что нужно Удается добиться этого благодаря вот этому замечательному подлокотнику Почему? Потому что он регулируется, то есть мы можем его поднять и можем опустить Он имеет несколько шагов, так скажем, для того, чтобы человек практически любого роста мог здесь найти то, что ему нужно И это очень важно, потому что реально, по ощущениям, вот пересев моментально после Focus 1 Jetta Я ощутил, что эти сидения и эта посадка ничуть не хуже, а может быть даже и лучше Итак, насколько комфортно я смогу разместиться сам за собой Выход хороший, выход легкий, я ни за что не цепляю Я подхожу к задней двери Как видите, стекла практически опускаются вровень с полом, следовательно, вы сможете руку выставить навстречу ветру Итак, посадка Посадка, кстати, здесь отменная, посмотрите, ширина здесь очень хорошая Вот мы замеряли у других автомобилей, здесь получается у нас 3,5 аж кулака То есть, видите, расстояние Еще один важный момент, сразу скажу, смотрите Здесь есть держатель для вот этих вот замков Вставили, ну, понятно, что это не для того, чтобы когда вы садились Потому что когда вы садитесь, вы иначе будете задевать А именно для того, когда вы будете складывать сидение Чтобы сидение не зажимало ремень Расстояние у меня получается, ну, в принципе, целый кулак Итак, посадка здесь у нас удобная, сидение хорошее Опционально может быть подлокотник, который даст нам еще больше комфорта Над головой при своем росте 190 я не достаю, если вот сижу прямо Если я стремлюсь откинуть голову назад на подголовник, то да, я буду задевать головой Но, в принципе, мне не особо хочется откидывать голову назад Вот прямо сейчас правильная совершенно посадка Итак, для пассажиров второго ряда у нас есть крепление по системе Isofix Также у нас 6 подушек безопасности могут идти максимально В базе 2, дальше 4 и максимум 6 Так что, опять же, выбор здесь есть, и это очень хорошо Для пассажиров второго ряда у нас предлагается подстаканник Он есть во всех комплектациях И, опять же, если есть подогрев сидений, то вот тут второй подстаканник, условно говоря, уходит И здесь становятся у нас две розетки USB TFC Вот, и что мне нравится, опять же, опционально У вас могут быть вот такие вот замечательные кармашки, куда вы можете положить что-то Но в данном случае, я думаю, сюда отлично положить гаджет Потому что, ну, сюда их класть нехорошо Тут проводок, сюда-сюда и все как надо Итак, говоря о багажнике Который получил вот этот вот обновленный значок Volkswagen И под этим значком у нас с вами скрывается камера заднего вида Посмотрите, как она вылазит Сами по себе форма багажного отделения Это прям то, что нужно Почему? Потому что, во-первых, много места Во-вторых, здесь вот эти вот боковые части Они отделены вот этими пластиковыми вставками То есть, если нужно, вы их убираете И, например, что-то длинногабаритное перевозите А если нет, за них вставляете какие-то там, не знаю, перчаточки или еще что-то Под полом, пальч полом у нас с вами полноразмерное запасное колесо 15-го диаметра И вот такой вот, скажем так, органайзер, куда вы можете еще что-то положить Удобно, хорошо, практично И что мне очень нравится, опять же, это опционально Возможность перевозить длинногабаритные грузы Вы помните, сиденье у нас складывается в пропорции 60 на 40 То есть, у нас правое сиденье Да, вот у нас сиденье складывается вот так Да, или отдельно Но, если мы хотим что-то перевозить длинногабаритное Мы это не смогли бы сделать Если бы у нас не было вот этого лючка Посмотрите То есть, мы откидываем подголовник Ой, подлокотник И вот у нас здесь с вами лючок Следовательно, если вам нужно перевозить что-то реально так длинногабаритное Вы можете это сделать легко и просто Но, опять же, это опция Ну, в принципе, если что-то хотите, надо за это платить Еще мне очень нравится то, что здесь в багажнике есть розетка на 12 вольт Следовательно, посоедините сюда насос, там, холодильник Или еще что-то захотите, все можете На выбор у вас один из восьми вариантов расцветки Но если и этого вам мало, вы можете заказать черную крышу Да, то есть, чтобы еще более индивидуализировать свой автомобиль Кузов на Volkswagen Polo оцинкованный с двух сторон Это удается добиться благодаря погружению металлических элементов в ванну Ну и там происходит этот химический процесс Хотел обратить внимание на то, что сварка на Volkswagen Polo лазерная Что это дает нам, как потребителям? Если мы говорим о классической сварке Это берется металлический элемент, второй металлический элемент И наносится третий металлический элемент, который является, так скажем, скрепителем А если мы говорим о лазерной сварке Мы берем один металлический элемент, второй металлический элемент И лазером мы это соединяем То есть, получается, под высокой температурой края, так скажем, расплавляются И происходит состыковка То есть, по факту, это становится единый элемент Тем самым, мы никогда не увидим на этих стыках ржавчины Это раз А во-вторых, этот процесс соединения, такой процесс соединения Позволяет повысить жесткость кузова В базовой комплектации на Volkswagen Polo у нас может отсутствовать кондиционер Может присутствовать кондиционер И может присутствовать также климат-контроль Он идет с комплектацией статус Здесь у нас может быть подогрев руля Подогрев передних и задних сидений Но также здесь может быть еще обогрев лобового стекла В зависимости от комплектации Если мы рассматриваем данную мультимедийную систему То здесь у нас 6 колонок А если мы рассматриваем 6,5 дюймов мультимедийную систему То там у нас 4 колонки Но и в той, и в той мультимедийной системе есть AppConnect Мы можем подсоединить Android Auto и Apple CarPlay К сожалению, Miralink в России не работает После тест-драйва автомобиль показал себя, я бы сказал так, на твердые 4 балла Почему на 4? Потому что пятый балл это шум двигателя в салоне Но опять же, продавцы говорят, что по сравнению со старым Polo Это прям вот что-то феноменально более лучшее Внешний вид привлекательный, запоминающийся, динамичный, дерзкий И как его ни назовите, он тот, который останавливает на себе взгляд Это важно Лифтбэк круто Вместительность отменная На выбор большое количество коробок и двигателей Новый Volkswagen Polo для вас Volkswagen